В субботу 13 августа на городском стадионе под девизом «В здоровом теле – здоровый дух» прошла культурно-спортивная программа «Фурманов. Территория спорта», посвященная Дню физкультурника. В этот день в нашей стране по традиции чествуют лучших спортсменов, тренеров и ветеранов спорта. Над всеми спортивными аренами реют праздничные флаги. Тысячи людей выходят соревноваться в силе, ловкости, быстроте и выносливости. В спортивном празднике участвовали ветераны фурмановского спорта, ветераны футбола, спортивные и творческие коллективы города и района, гости из Иваново, тренеры, именитые спортсмены, учителя физической культуры, параспортсмены, болельщики, семейные спортивные команды, представители предприятий и организаций города и района. Открыла программу праздника заместителя главы администрации района Любовь Белина. Она поздравила всех собравшихся с Днем физкультурника. Выразила слова благодарности ветеранам фурмановского спорта за большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории района и воспитания молодого поколения, ориентированного на здоровый образ жизни, а также вручила лучшим тренерам благодарственные адреса. Разрешите поздравить вас сегодня с праздником, с Днем физкультурника. Хотелось бы вам пожелать самое главное – здоровья, бодрости, духа, ну и, наверное, все-таки личных и командных успехов в спорте. С приветственным словом обратился к собравшимся и отличник народного просвещения, ветеран спорта Юрий Михайлович Воробьев. Поздравляю сегодня вас с Днем физкультурника. Желаю вам всем доброго здоровья, чтобы вот такими большими группами мы все приходили сюда на стадион и занимались. Спорт – это наше здоровье. И посмотрите, среди нас очень много и ветеранов, которые всю жизнь отдали спорту, и молодежь, и группа здоровья, и вообще очень много общественных организаций. Это очень хорошо. Продолжение следует... Раньше всех в этот день стартовали соревнования по шахматам. Среди участников был и учащийся школы Алексей Осипов – воспитанника воединения шахматы Центра детского творчества, который в прошлом году стал победителем первенства Центрального федерального округа по шахматам, а весной этого года он участвовал в первенстве России по шахматам. Соревнования проходили в городе Сочи. Хотя призового места Алексей не занял, но приобрел неценимый опыт выступления с сильнейшими шахматистами страны. Я занимаюсь шахматами. Весной я ездила на первенство Российской Федерации Высшая Лига. Мне очень понравилось. Я с 9 туров набирала 2,5 очка, опять ничей сделал. Я первый раз на таких больших соревнованиях, для меня это хороший результат. Это очень крупные соревнования были, и я хочу уже в следующий раз набрать намного больше очков. Я получила очень большой опыт от этого турнира. День физкультурника – это профессиональный праздник людей, отдавших свое сердце и душу занятиям физической культуры и спорта, своей жизненной позиции, пропагандирующих здоровый образ жизни. Праздник по праву считают своим как олимпийские чемпионы, так и участники дворовых футбольных команд. На протяжении всей своей жизни Виктор Орлов активно занимается спортом. Он многократный победитель всероссийских и международных соревнований по гиревому спорту. Занимаясь спортом изначально, в школе играли, в хоккей, в футбол, любимая была игра. Потом, значит, велосипед, гири, штанга, все виды спорта, так сказать. Но сейчас вы увлечены? Сейчас увлечен. Вот в основном на велосипеде много езжу. Потом гири, много соревнований. Потом по штанге. Вот сейчас чемпионат России выиграл, мастер спорта сделал. Рекорды там тоже ставлю мировые. Теперь по гирям. Везде выступаю в Газпроме постоянно, каждый год. Ну, вот моя жизнь. Спорт. Как заправка. Машина там, бензин. Также у меня спорт, он меня подпитывает и дает мне жизнь, настроение, задор, здоровье. Чувствую себя очень хорошо из-за этого. Мировой рекорд был буквально недавно. Вот как Николай Васильевич Горьев ездил, он тоже установил мировой рекорд полвеса. У меня был полвеса, когда там буквально нельзя держать долго. Одна секунда, ты только поднимаешь штангу и полвеса. И вот у меня полвеса вышло 112, а мировой там был рекорд 80 чем-то раз. Последний. Силовой экстрим – это спорт, в котором спортсмены состязаются в нестандартных силовых упражнениях. В отличие от культуризма, внешний вид атлетов не влияет на результат соревнований, а лишь на симпатии болельщиков. В этом спорте нет тренажеров и штанг. Здесь атлетам нужна как выносливость борца, так и сила штангиста. В соревнованиях по силовому экстриму приняли участие спортсмены-любители из Фурманова и Иванова – Александр Кузнецов, Константин Соловьев и Александр Иванов. Победителем стал Константин Соловьев, который далеко оторвался от остальных участников. Борьба за серебро перед финальным этапом развернулась между двумя Александрами – Кузнецовым и Ивановым из города Иваново, где победу одержал наш участник. Итоговый протокол – Константин Соловьев 13 очков из 15, Александр Кузнецов 9, Александр Иванов 8 очков. По словам Ивановца, этим видом спорта он стал заниматься всего лишь год назад. В основном занимаюсь гиревым спортом, а так занимаюсь поднятием тяжести. В этом кураж какой-то есть. А вот гиревой спорт экстрим от лечей есть? Есть. В чем? Ну, гиревой спорт не такой, как… Тут больше как бы… Не знаю, как вам сказать. Более разнообразные? Да, более разнообразные, разные движения есть спортивные. Можно много в чем попробовать. Праздник завершился, оставив у зрителей и участников много положительных эмоций.